Дорогие братья и сестры, перед проповедью мы прочтем текст из Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 8, я извиняюсь, до 13 стиха. Так говорит Господь. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я опознан. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Братья и сестры, радостно быть в родной церкви. Новый год, прошу, как бы у нас наступил, мы в него вступили. Я вступил подобно вот Денису, его семье, такой болезни, поэтому испытываю немощь физическую, что всегда служит к пользе. Поэтому мы помолимся, что Бог благословил нас. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты неизменен. Ты, будучи личностью, не являешься похожим на человека. Это мы сотворены по образу и подобию Твоему. Поэтому черты Твоего характера и Твоей личности, они превосходят наши, и многие нам недоступны. Именно поэтому мы можем бывать на Тебя и учиться у Тебя. Благодарны Себе, что Ты, в отличие от нас, не утомляешься и не устаешь. Ты не болеешь. Ты всегда крепок и силен, полон благости и милости. Полон справедливого негодования и, удивительно, полон прощения. Господи, мы абсолютно зависимы от Тебя. Даже в том, что нам хорошо известно и понятно, в том, что, кажется, может исполнить наша рука и вполне сознает наш разум. Даже в этом, совершенно понятном, легком, мы нуждаемся в Твоей благодати и помощи. Господи, благодарность Тебе за Твое Слово. В этом мире так много голосов, которые звучат громко в нашем сердце и от нашей греховной плоти, и от окружающего мира. Так много разных информационных потоков, желающих увлечь нас и направить наш взгляд на то или иное, вводя нас от верных путей и правильных представлений. Благодарность Тебе за Твое правдивое, единственную, по-настоящему истинную книгу, Твое Слово, которое мы читаем. Мы молимся о том, чтобы мы воистину понимали и разумели, желали и находили. Благослови, Господь, нас изучать сегодня Слово Твое, изучать его весь этот год, сколько Ты отмеришь нам, так, чтобы оно было руководящим принципом, светом нашей ноги и настольной книгой для нашей жизни. Господи, благослови каждого из нас. Мы пришли с разным настроением, и сегодня Ты уже ободряешь нас и вдохновляешь нас через истину, которая слышана в песнях, которая была увидена в спектакле, которая была приглашена в молитвах. И мы просим, продолжай работать с нами через изучение этого отрывка. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, дорогие, садитесь, и мы с вами начнем вместе изучать это Слово. Последние недели уже ушедшего года, это страшно подумать, как быстро летит время нашей жизни, мы с вами читали удивительную главу из Библии о любви, из этого первого послания Коринфянам. 13 главу. И сегодня мы с вами начнем финальный забег. Я не могу сказать наверняка, из скольки стадий будет этот забег, возможно, из двух. Но, по крайней мере, мы с вами будем читать, и что мы уже сделали, стихи с 8 по 13. Потому что прошло уже немало времени, и, очевидно, случилось немало событий, то все-таки уже что-то подзабылось. Поэтому я немного напомню, что мы с вами изучали в конце прошлого года. Сначала мы с вами посмотрели на первые три стиха этой главы, где Павел показал нам, что любовь является мерилом всего. Всего, что мы делаем, все, что у нас есть, все, что мы желаем. Мы увидели, что любовь является вот тем стандартом, на основании которого Бог оценивает нашу жизнь. Ничего из того, что мы говорим, что мы имеем или что мы делаем, не имеет никакой ценности без любви. Любовь – истинная мера всего. И это важно нам себе отметить, дорогие мои. Особенно, когда мы планируем Новый год, ставим себе какие-то цели, желаем, как сегодня говорят, прокачаться в каких-то скиллах или скиллах и так далее. И мы хотим отметить себе, что ничего не имеет ценности без любви. Любовь – истинная мера всего. Затем мы с вами обратились к изучению стихов 4 по 7, в которых Павел описывает характер любви, чтобы помочь нам понять, как она себя проявляет, как она действует, как угадать, как точно убедиться, что это проявление настоящей подлинной любви. Что же она такое на самом деле? И сегодняшний отрывок здесь Павел, апостол Павел продолжает свое изучение любви, указывая на ее постоянство и верховенство. В сущности, стихи с 1 по 3 отвечают на вопрос, «Как Бог оценивает нашу жизнь?» И ответ один, ясный ответ – любовью. Стихи с 4 по 7 отвечают на вопрос, что такое любовь. И ответ дается не в формулировке или определении, а через описание ее действий. Ну, вы помните, любовь милосердствует, любовь долготерпит и так далее. А вот стихи с 8 по 13 отвечают на вопрос, «Почему Бог избрал именно любовь стать критерием оценки нашей жизни? Почему именно этот стандарт Он избрал, а не что-либо иное?» И вот на этот вопрос мы с вами начнем сегодня отвечать в этой проповеди. «Ибовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Сегодня мы обратим особое внимание на эти три стиха. Итак, почему Бог оценивает нашу жизнь на основании любви? Почему бы не использовать какой-нибудь другой стандарт? Ну, например, почему не вера? Почему не наши достижения? Почему не наша жертвенность? Ну, почему бы, ну, в конце концов, не количество обратившейся к Господу через наше личное свидетельство? Почему не по духовным дарам, которые мы получили и которые мы реализовываем? Вот, кстати, именно такие стандарты применяли древние коринфяне, в той церкви, в том далеком древнем городе. Они постоянно сравнивали себя с другими. Они хвалились своим положением. Они все время выставляли в Инстаграме какие-то фотографии. Что они сделали? Что они делают? Почему они лучше, чем другие? Они хвалились своими достижениями, своими дарованиями. Они видели свою значимость и свою ценность, прежде всего, через свои духовные дары. И поэтому почти забыли о любви, о самом главном, о самом принципиальном, о самом ключевом. По этой причине Павел пишет им эту главу. И он обращается к этому важному вопросу. Почему Бог оценивает все через любовь? Недуховные дары. И вот поясняя этот актуальный вопрос для древней коринфской церкви, по сути, Павел отвечает на более общий, широкий вопрос. Почему Бог избрал любовь? И вот его аргументация. Во-первых, Павел показывает, что любовь превосходит духовные дары. Дорогой мой, брат или сестра, может быть, у тебя нет такого дарования, может быть, нет какого-то яркого дара. И не стоит смущаться, не стоит завидовать, не стоит унывать, потому что любовь превосходит духовные дары. Смотрите, он дает, по крайней мере, сегодня мы два аргумента посмотрим Павла. Он показывает, что духовные дары временны, а любовь постоянно. Стих 8. Первая причина заключается в том, что духовные дары временны, а любовь постоянно. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолтают, и знания упразднятся. Причем вот эта фраза «любовь никогда не перестает». Если вы смотрите сейчас на текст 7 стих и 8 стих, то может показаться, что эта фраза относится к 7 стиху, где перечисляется действие любви. Но в действительности она не является дополнительным описанием определения любви, а скорее характеристикой, которая ставит ее выше духовных даров. Идея глагола перестает не в том, что любовь успешна или неуспешна, а в том, что она не погибнет, не закончится, не исчезнет, не прекратится. Любовь по своей природе является постоянным явлением по сравнению с духовными дарами, которые придут к своему финалу. Ведь Павел так и пишет. Пророчества прекратятся, и языки умолтнут, и знания упразднятся. Полезных даров она подойдет к своему концу, а вот полезность любви никогда не прекратится. Она никогда не закончится, не потеряет своей актуальности и значимости, и необходимости. Здесь Павел противопоставляет любовь, которая никогда не перестает, пророчеству, знаниям и языкам, трем, вероятно, наиболее почитаемым дарам в среде древней коринфской церкви. И он показывает, что они все пройдут. Он уже говорил о дарах в 12 главе, потом упоминал о них в первых трех стихах, затем он будет говорить в следующей главе, 14, о них. Они явно важны. Однако Павел объясняет коринфянам, что все эти дары, какие бы значимые и важные они не были, как бы они ни ценились в этой церкви, они временные, лишь временные, в то время, как любовь длится вечно. Дары – временное явление, любовь – постоянная, вечная характеристика. Посмотрите, дар пророчества. Мы говорили об этом даре, когда изучали первые по третьей стихи этого послания, этой главы. Дар пророчества – это дар Святого Духа, способность передавать Божье Слово людям. Пророки имели личные откровения от Бога. Или же Бог говорил напрямую сердцами людей через проповедь Слова Божия, уже открытого Слова. Павел показывает ценность этого дара. Кажется, он его превозносит выше всех остальных, потому что в Каримфе не было апостолов, но были и пророки. И об этом мы особенно будем говорить, изучая 14 главу. Также этот дар, он соотносился со словом мудрости. А, как известно, философски настроенные греки, которые жили в Каримфе, ценили мудрость превыше всего, поэтому этот дар был для них особо значимым. И все же Павел говорит, этот дар не будет продолжаться вечно. Придет время, когда пророчество прекратится. Каким бы значимым, важным этот дар не касался, все же он временный. Кстати, народ Израиля уже пережил эти времена, когда пророчество прекратилось. Как известно, Малахия был последним пророком Ветхого Завета, и в 400 лет Бог молчал. В 400 лет не было нового откровения. Со времен Малахии до появления в Иудее Иоанна Крестителя не было пророков, говорящих Божие откровения. Это много поколений. Тогда пророчество прекратилось на несколько веков. И Павел говорит, оно прекратится в будущем. В конце концов, оно прекратится навсегда. Но не любовь. Любовь никогда не закончится. Она вечна. Это ее характеристика. Потому что любовь от Бога. И Бог есть любовь. Далее Павел говорит о языках, о дарованной способности от Духа Святого говорить на языках, которых ты не учил. И все же Павел говорит, языки умолкнут. Калифиния так любили этот дар, что они были склонны оценивать и измерять свою духовность этим даром. Павел не говорит им, что это плохой дар. Он не говорит, что это ненужный, неважный дар. В нем не было ничего плохого. Это было дар от Бога. Разве может быть, что-то плохого от Отца Светов, от Бога Живого. Проблема заключалась в том, что они неправильно его использовали. Они делали неверный акцент на этих дарах. И прежде всего, в нелюбви, которая сопутствовала всему этому процессу. И Павел пишет предельно ясно. Языки – это временное явление. В конце концов, они умолкнут. Любовь же будет длиться вечно. Ну и дар знаний или дар знания более точно. Это тоже временное знание упраздниться. Конечно, апостол не говорит здесь о знании вообще. Он говорит о духовном даре. Это способность Духа Святого понимать тайны Божии и передавать это в конечном итоге другим в теле Христовом, чтобы они могли понимать и применять истины в своей жизни. Но однажды в таком даре больше не будет необходимости, пишет Павел. Потому что все верующие будут иметь все знания и понимать тайны Божии. Когда вы строите дом, то вам нужны различные инструменты. Много разных инструментов. Но потом, когда он выстроен, то вы многие из них отложите в сторону за ненадобностью, оставив только те, которые необходимы, чтобы дом дальше функционировал. Цель духовных даров заключалась в том, чтобы созидать церковь Христов на земле. Они не самоцель, они всего лишь навсего инструменты. Поэтому, когда церковь была завершена, по крайней мере, особенно ее фундамент, больше не было нужды во многих дарах. А некоторые были необходимы для ее дальнейшего функционирования. Но это не так принципиально, потому что здесь Павел пишет не трактат, о прекращении даров или их дальнейшем функционировании. Он говорит о том, что любовь никогда не заканчивается. Вот это то, что делает любовь более важной, принципиально важной, чем наши способности дарования и знания, положения. Потому что любовь никогда не прекратится. Любовь необходима, потому что духовные дары уйдут, пророчицы прекратятся, говорения на языках остановятся, дары знания больше не будут даваться. Любовь важна, потому что она постоянно. Дары знания больше не будут даваться, а любовь будет всегда. Различные духовные дары, из-за которых коринфяне спорили, разделялись, завидовали, уничижали других, в конце концов исчезнут. Пророчество, исцеление, мудрость, знания, языки и все остальные чудесные духовные дары, данные Богом, прекратятся, однако любовь будет всегда. Итак, первая причина, по которой Павел объясняет, почему любовь превосходит духовные дары, заключается в том, что они временные, а любовь постоянно. Еще раз подчеркну, братья мои и сестры, не оценивайте других и себя через их дары и способности, через то, что люди делают с помощью своих способностей. Ну, вот некоторым из нас легко играть в баскетбол. Ну, потому что они высокие, потому что они, ну, вот так Бог их сделал такими. Это не, они себя не развили такими. Это не потому, что они тренировались, занимались, и вот они смогли просто вот такими быть высокими. Нет, конечно, просто вот они такими родились. И я не буду говорить, о, как же плохо ты себя ведешь, дорогой брат, потому что ты ростом не вышел. Я не буду оценивать человека через призму его способностей, если Бог дал ему более яркий ум, если Бог дал ему больше аналитических способностей. Или говорить, ну, ты, брат, более ценный, потому что ты можешь так мыслить, а вот менее ценные, они вот там за стойко нас кормят. я не буду оценивать людей через их дарование, потому что Бог так не оценивает. Я не буду считать, что эта сестра лучше, чем другая, просто потому, что у нее есть какие-то музыкальные способности, в отличие от той, которой у него нет. Я не буду считать тех, которые выступают на сцене, показывая потрясающую театральную постановку, они лучше, потому что у них есть эти артистические способности. Но если мы посмотрим чуть дальше и духовные дары, возобновая способность развивать и созидать церковь, это также является даром от Бога, это не то, что я приобрел, это то, что Бог подарил мне. Поэтому похвала вся Ему, не мне. Но вот то, что связано со мной и зависит от меня, это мое любящее отношение к моим ближним, окружающим меня, братьям и сестрам. Это связано с моим выбором и моим поведением. И Бог так оценивать будет меня. Через то, как я люблю других людей. Через то, как я люблю. Не оценивайте людей через их способности и дарования. Через то, что они делают своими способностями. Это не имеет значения без любви. Любовь, вот что имеет принципиальное значение. В Божьей системе ценностей именно она определяет все. Более того, духовные дары показывает Павел, они частичны, в то время, как любовь совершенна. Смотрите, он говорит, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же она станет совершенной, тогда то, что отчасти прекратится. Вторая причина, которую Павел предлагает нам, показывая превосходство любви над дарами, в том, что они частичны или неполны, тогда, когда любовь совершенна. Причем вот эта временность даров, она подчеркивается их частичностью. Здесь предлог ибо стоит, подчеркивая причину. Смотрите, по крайней мере, два нюанса здесь можно заметить о дарах. Это их частичность и их ограниченность. Ну, частичность вот в чем. Сами духовные дары, какими прекрасными они не были, какими важными они не были для духовного роста и развития церкви, не могут быть совершенными и полными сами по себе, потому что Бог изначально их давая, задумал, что они будут ограниченными и несовершенными. Они предназначены для созидания церкви, но они не самоцель, они инструмент. Они не охватывающий инструмент, они не универсальный инструмент. Все эти дары частичные, потому что они все взаимосвязаны. Павел много об этом уже говорил. Они взаимосвязаны, они взаимозависимы. Все мы обладаем различными духовными дарами, которые Бог нам подарил по своей благодати, но мы все обладаем этими дарами в разной мере и в разной степени. Ни у кого нет всех даров и ни у кого нет полного совершенного выражения какого-либо дара. Ни у кого. Бог сделал так, чтобы мы, получая дары, дополняли друг друга и служили другим этими дарами. То есть, я, служа другим, сам подтверждаю то, что и я нуждаюсь в том, чтобы другие служили мне. То есть, наличие моих духовных даров говорит о том, что, во-первых, у меня не все дары, во-вторых, что у меня не в полноте даже то, что я имею. Я нуждаюсь. Поэтому у нас нету одного учителя. Нам нужно несколько учителей, чтобы иметь полноту какого-то присутствия. Нету одного раздавателя. Нам нужно учиться у многих. Нам нужно участие всех, потому что никто из нас не является воплощением или концентрированием всех духовных даров. Все. Мы все нуждаемся друг в друге. Никто из нас не обладает полнотой истины и духовных дарований. Все это должно, дорогие мои, привести нас к взаимному смирению друг перед другом и признанию своей нужды в другом. Да, мы нуждаемся друг в друге. Христианство это не сборище одиночек. Христианская вера это не просто и точно не индивидуализм, потому что Бог задумал так, что церковь это участие других в моей жизни, как и мое участие в их жизни. Мне нужно смиренно признать, я нуждаю из других. Для моего духовного развития, для моего познания Бога, для моего служения мы нуждаемся друг в друге. Мне нужно смириться и признать эту нужду. и в то же самое время мне стоит быть благодарным Богу за его церковь, где я могу получить всю необходимую духовную заботу ради моего возрастания. Вообще, факт частичности духовных дорог также показывает бессмысленность и невозможность так называемого внецерковного христианства. Нам всем нужна церковь, намного больше, чем это сознаем. И мы все нужны друг другу, даже для нашего собственного блага, намного больше, чем мы это понимаем. Духовные дары, их частичность этому нас учат. И поэтому Павел говорит, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Дорогие мои, семья, каким бы благословенным Божьим замыслом она ни была, она не является совершенным сосредоточением всей полноты истины и Божьей благодати, чтобы могли просто быть такой единицей, которая ни в ком ни в чем больше не нуждается. Это нет, совершенно нет. Мы нуждаемся в церкви. Церковь – это семья, состоящая из семей, но только тут, в Божьей церкви, мы можем получить то полное необходимое влияние. Семья – не самодостаточная духовная единица. И поэтому Павел говорит, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Но даже если бы, но даже бы, если бы был такой человек, который обладает полным даром пророчества и полным даром знания, но все равно не имеет любви, то он был бы ничем. Ведь об этом говорит Павел во втором стихе. Помните этой главы? «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять о ней ими любви, то я ничто». Даже если бы у кого-то была полнота всех духовных даров, я бы все равно была бы высшим мирилом. Хотя мы с вами сознаем, что Павел здесь применяет гиперболу, потому что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, нет такого человека, который бы имел всю полноту истины. Дары частичны по своей природе, они относительные временные явления, в то время как любовь абсолютная и постоянная величина. Поэтому только любовь может быть мирилом всего. Дорогие мои, кстати, это должно подчеркнуть такую нашу потребность, чтобы мы с вами читали книги, почему у нас есть книжный стол, слушали проповеди, потому что мы не являемся единственными и мы точно не являемся всеохватывающими носителя всей полноты истины. Нам нужна мудрость веков, нам нужно наставление со стороны других людей. Поэтому мы читаем, мы слушаем. Это добрая практика, если в течение недели вы послушаете еще две-три проповеди, помимо того, что вы слышали воскресенье. Кто-то может, конечно, возразить или просто указать на то, что никто не может любить так сильно, как должен. И это правда. И это правда. Но разница в том, что в отличие от знания, любовь, она не имеет предела. Мы призваны любить друг друга так, как Христос возлюбил нас. Любовь, она изначально не была предназначена для того, чтобы быть частичной. Любовь призвана быть полной. Мы можем не соответствовать Божьему замыслу, но сам Божий замысел от этого не меняется для нас. В этом смысле духовные дары, они частичны по замыслу. Но любовь по замыслу постоянная величина. Мы призваны любить других полностью и целостно, как Христос возлюбил нас. Поэтому еще раз подчеркну, не сравнивайте людей по способности, по дарованиям, но растите любви. Любовь не имеет предела, и любовь призвана быть полной. Да, есть ограниченность духовных даров. Смотрите, Павел дважды использует одно и то же слово отчасти, которое, конечно, указывает на количество, и таким образом противопоставляется той гиперболе, которую он использовал в начале главы, все тайны, и все познания, и всю веру. Ятый стих уже говорит о реальности, а не о какой-то гипотетической ситуации. Знание, полученное апостолами, пророками, хотя оно и было прямым окровением Бога, и оно было большим, но все же лишь было частичным знанием, частью всего знания. Но то, что они знали, и то, что они записали нам в Новом Завете, то, что знаем мы сегодня, современные христиане, это не более, чем образ того, что откроется нам с приходом Господа Иисуса, как написано в 12 стихе. Дары знания и пророчества были лишь слабым отблеском по сравнению с глядущим светом, который мы получим. Но сейчас Павел говорит Коринфянам, в настоящее время существует лишь частичное знание Боли Божьей. Они все еще продолжают получать это откровение через чудесные духовные дары. Некоторые обладали даром знания, другие даром пророчества, третьи имели языки. Бог окрывал свою волю христианам первого века через эти чудесные дары. Христиане получали знания по кусочкам, по частям понимания Божьей воли. И из этого стих продолжает и говорит о том, что когда придет совершенное, то это частичное исчезнет. И чтобы не было этим совершенным, будет время, когда частичное, то есть эти чудесные дары закончатся. Вообще само слово части, оно по сути указывает нам на то, что мы нуждаемся в новом знании, чтобы развиваться дальше, потому что мы всегда частями что-то получаем. Дорогой мой брат или сестра, не думай, что ты вот уже получил всю необходимую полноту. Продолжай раззаниматься, продолжай вникать, продолжай учиться. У нас не может быть целостного знания, пока мы живем на этой земле. Поэтому нам всегда есть куда двигаться. Мне забавно слышать от некоторых людей, которые говорят, ну, я уже все знаю, поэтому основы веры мне не нужны. Это особенно люди, которые приезжают с других городов, сюда приходят церковь. Это здорово, но я могу сказать смело, есть точно, что нужно изучать дальше. Потому что мы отчасти знаем, отчасти пророчества, мы не знаем всего. Всегда есть какой-то маленький нюанс, который я не заметил. Всегда есть какая-то новая истина, которую, может быть, я пропустил. Всегда есть что-то дополнительное, какой-то новый кирпичик к тому, что я уже знаю. Павел говорит, мы нуждаемся в друг друге, мы нуждаемся развиваться, потому что мы все отчасти. Отчасти. Но все же, тем не менее, наше знание должно быть основано на откровении. Вот на Божьем откровении то, что мы получили от Бога, в этом мы можем быть уверены, в этом мы точно можем знать наверняка. Это так и есть. Вот почему Павел использует в оригинальном языке другое слово для знания. В отличие от коринфян, которые любили слово гнозис, такое слово, гностицизм, они любили это слово знание, то Павел обычно использует глагол геноска, показывающий процесс, я познаю, я в процессе, я не просто интеллектуально что-то где-то услышал или кто-то узнал, я реально познаю это знание практической жизни моей. Мало знать все про молитву, дорогой мой, необходимо молиться. Мало знать все про Евангелие, хотя надо сказать, чем больше ты будешь познавать, тем больше будешь видеть, как много там еще. Надо познавать это в процессе, реально испытывать эту истину своей жизни. И здесь просто бесконечная прямая для моей жизни. Сколько я проживу. Познавать, и Павел говорит, я познаю, я двигаюсь, я узнаю новое, я познаю это дальше своей практической жизни. И вот здесь у меня есть такой практический совет, такой практический пасторский совет, связанный с этим текстом. Стройте базу своих знаний, своих убеждений, опираясь на Божие откровения. Вот столько, сколько вы получили и знаете, опирайтесь на эту Божию истину. И вы не разочаруетесь, будь то в вашем родительстве, в вашем бизнесе, в вашем саморазвитии, в вашем отпуске, вообще просто в вашей жизни. Мне очень прискорбно наблюдать, что для многих христиан их вера заканчивается на церковных мероприятиях. Для более продвинутых их вера заканчивается на личном благовестии. но наша вера призвана пронизывать всю нашу действительность, определять и направлять всю нашу жизнь. Евангелие не только для спасения, не только для перемены моего характера или моей жизни, моего поведения, но для перемены моих ценностей, моих убеждений, моих мотиваций. Многие из нас уже запланировали много на этот год, много планов достичь того или иного, добиться этого или другого, вырасти в том или в этом, или, как сегодня принято говорить, прокачаться в этом или в другом, в этой способности, в этом скилле, умении, навыке, приобрести какое-то новое знание, понимание. Это здорово, что у вас есть такое желание и такое намерение. Это очень хорошо. Это неразумно просто, как говорится, течь по жизни, куда она вынесет. Это глупо. Это правильно планировать и думать. Но в то же самое время нельзя ошибиться с приоритетами. вот слушайте слова апостола Павла крайне внимательно. Крайне важно, чтобы наши планы не оказались вдохновленными или построенными на человеческой мудрости, а не на Божьем откровении. Если мы просто хотим чего-то добиться, не вырастая в любви, то знаете, что произойдет? Мы потеряем год. Если я не вырасту в любви, а вырасту в чем-либо ином, то Павел говорит сегодня тебе и мне, ты потеряешь год. Потому что то, что на самом деле имеет смысл, это любовь. Ни достижения, ни способности, ни дарования, любовь. Вот как Бог оценивает нашу жизнь. Вот то, что будет всегда. Не человеческая мудрость, не человеческие достижения, а Божие откровения, которое должно реализовываться в любви. Когда Библия проводит различия между Божьей и мирской мудростью, она не отделяет просто высшую мудрость, вроде как Божью мудрость, небесную мудрость, от такой ложной мудрости, точнее сказать, от меньшей мудрости. Она делает различия от истинной мудрости, от ложной мудрости. Мудрость от безрассудства или глупости. Мирская мудрость, дорогие мои, она вовсе не мудрость. Об этом Иаков говорит очень ясно в своем послании, 3 глава. Помните, он пишет 13 стиха, Иаков 3 глава, 13 стиха и чуть ниже. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сворливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сворливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна или ницемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Видите, какой резкий контраст здесь предлагает нам Иаков. Мирская мудрость и божественная мудрость, они противоположны по своей сути и враждебны. Мирская мудрость, дорогие мои, это земная, душевная и, о ужас, бесовская. Мирская мудрость занимается самопиаром. Божья мудрость возвышает других. Мирская мудрость ищет место повыше. Божья мудрость радуется самому низкому положению. Мирская мудрость избегает зеркала Божьего Слова. Божья мудрость подчиняется зеркалу Божьего Слова. Мирская мудрость жажда земного имущества, богатства. Божья мудрость радуется небесным сокровищам. Мирская мудрость хвостлива. Божественная мудрость скромна. Мирская мудрость утверждает, что жизненные испытания разрушат тебя. Божья же мудрость говорит, что испытания помогают нам достигать зрелости. Мирская мудрость говорит, что поддаться искушениям не так уж и плохо. Божья мудрость говорит, что потакание искушением ведет к смерти. Мирская мудрость опирается на силу. Божья мудрость действует в кротости. Проще говоря, любая мысль, слово или действие, которое препятствует нам любить Бога и наших ближних, это глупость. Это полное безумие. Это безрассудство, высота бестолковости. Мирская мудрость, она построена на самоуверенности, самомнении, самооценке и самореализации. Вот почему светские мотивационные спикеры могут зацепить сердце людей, апеллируя к их гордыне. К их греховной природе. Но мирская мудрость, она приводит к поражению в конечном итоге, потому что она лишена подлинной Божьей любви. Знаете, я переду пару иллюстраций, потому что вот мы вступили в рабочий период, поэтому пару иллюстраций из мира бизнеса. Обычно менеджеры по продажам обучаются тому, как мотивируют своих сотрудников, обращаясь к чему. Чаще всего к корыстным интересам и жадности. Они просят продавцов представить себе, что они страстно желают, что они хотят иметь, или чем обладать, или что испытать. И порой даже предлагается повесить картинку эту на экран монитора того, что я хочу, чтобы получить дополнительную мотивацию к продажам, чтобы была мотивация в течение этого рабочего дня. Но, дорогие мои, с каких пор Бог желает, чтобы мы мотивировали людей, обращаясь к жадности и эгоизму? Какие отношения построятся между продавцом и клиентом, если для меня клиент это просто инструмент получения того, что жаждет мое греховное сердце? Работает ли этот греховный механизм, построенный на эгоизме и жадности? Ну, думаю, что да. Если бы не работало, и бы не применяли. Благочестиво ли это? Нет. Ну, понятно, что такой вот подход к мотивации христианину не нужно внедрять на рабочем месте или применять. Это разрушит и самого человека, и его сотрудников, повредит его клиентам, бизнесу, лишит Бога должной славы. Но это просто мирская мудрость. А есть Божья мудрость, которая учит нас любить и служить, жертвовать и помогать. По причине любви к Богу, к Богу и любви Божьей к нам, я могу любить своего ближнего, своего клиента. И делать лучшее не потому, что я хочу поехать в очередной отпуск побогаче, или потому, что я хочу получить машину получше, или получить себе что-то еще, а потому, что просто я могу прославить Бога таким качественным, посвященным трудом. Заботьтесь о благе моего клиента, или моего начальника, или моего сотрудника. Ну или, знаете, другая иллюстрация, традиционный подход к стратегическому планированию, он основан на анализе прошлого для прогнозирования будущего. Ну и, конечно, с концов сотрудники тоже так подбираются, исходя из того плана, который нам нужен. Но в чем здесь есть проблема для нас, верующих людей? Обычно в таком подходе нет места Богу, чтобы сделать что-то новое. Когда Бог сказал апостолу Павлу, который запланировал себе уже целый год, чтобы Павел пошел в Европу, помните? Македонянин ему явился. То апостол Павел же не сказал, Господи, я это сделаю в следующей миссионерской поездке, или я это запланирую на следующую пятилетку. Он просто сказал, хорошо, Господь, я пойду. Если я планирую свою жизнь, не оставил им места для Бога, для Его интервенции, в мой график, в мои планы, чтобы Он перестроил все и направил меня куда-то, то я запланировал без Него, не для Него, не ради Него. Более того, традиционный трагический план часто построен на свод анализе, так называемом. Я такое слово хочу сказать вам, дорогие мои братья и сестры. С каких пор Бог стал зависим от нашей слабости? Мы не можем просто планировать, исходя из человеческой мудрости. Бог часто использует нашу самую большую слабость для того, чтобы явить свою самую большую силу. Мы не можем просто планировать свою жизнь, исходя из наших возможностей, как будто бы Бога в нашей жизни нет. Потому что Бог наш защитник, который действует через наши слабости. Поэтому наши слабости и угрозы не должны стать сдерживающим фактором для нас. Нам нельзя планировать свою жизнь вне Бога, без Бога и не для Бога. Ну, достаточно планирования. Я просто хотел показать, как Божия мудрость превосходит человеческую и помогает нам смотреть более шире, глубже, больше, чем просто через призму человеческого мышления, через наше ограниченное знание. Вернемся дальше к экспозиции этого текста, потому что мы сейчас подойдем к следующему воскресенью. Существует немало споров касательно толкования стиха 10-го. Большинство согласны с тем, что фраза «то, что отчасти относится к духовным дарам, к их временной и частичной природе», но возникает вопрос, что же Павел имел в виду под словом «совершенное» в этом стихе. Некоторые утверждают, что дары, пророчества, языков и знания были временными и предназначались только для ранней церкви, церкви первых веков ну или первого века. И жути дары больше не существует сегодня. Обычно вот эта фраза «когда же она станет совершенная» толкуется как обозначающая «когда будет завершен библейский канон». Как только Слово Божие было полностью записано, необходимость в этих дарах отпала. Другие же, в особенности опираясь на стих 12-й, полагают, что более естественный смысл слов Павла «когда же она станет совершенной» относится ко второму пришествию. Когда что-то свернется, мы будем совершенны и завершены, мы воскреснем с новыми телами, с совершенными телами, войдем в небесное вечное царство. Но вот такое, знаете, двоякое восприятие кажется слишком упрощенным, выпускает из виду течение мысли Павла. Давайте начнем сегодня это рассматривать чуть-чуть и продолжим следующее воскресенье. Ну, во-первых, если мы будем смотреть на этот текст через призму того, когда же эти дары закончились, то мы отвлечем наше внимание от ключевой мысли апостола Павла. Он показывает еще раз, подчеркну, превосходство любви над духовными дарами, которая одна является мирилом нашей подлинной духовности. Ну, однако, вопрос времени справедливый, поэтому его нельзя проигнорировать. Итак, пророчество и знания в нашем переводе имеют сопровождение двумя разными глаголами. Берите, да? Глагол по отношению языки умолкнут, да? Пророчество что сделает? Знание упразднится, пророчество прекратится, но в оригинальном тексте это один и тот же глагол. Ну, неважно, как он звучит, катаргео звучит, но это не так принципиально. Один и тот же глагол, означающий быть упраздненным, уничтоженным или отмененным. И он стоит в трудательном залоге, то есть кто-то сделает интервенцию, чтобы остановить эти дары. То есть кто-то сделает так, кто-то или что-то придет к тому, что пророчества и знания будут соединены к бездействию или упразднены. А вот языки, у нас переводится это глагол умолкнут, означает буквально остановиться, прийти к концу, умолкать, прекращаться, это другой глагол. И этот глагол, он стоит в прямом среднем залоге, показывая, что языки, они как-то сами себя удалят. Либо они прекратятся сами по себе, то есть умрут без постороннего вмешательства. Если знания и пророчества это интервенция, то языки сами по себе. Если так можно прорюсировать, это как, знаете, батарейка. Вот у нее есть заряд определенный, заряд кончился, и батарейка все, завершилась. Вот так дар языков. Бог поместил самоограничительный фактор на языки, и они перестанут существовать сами по себе. стих 8 не доказывает того, что языки прекратились. Он только показывает, что есть верхний предел в стихе 10, когда пройдет совершенное. Но есть еще один момент. Смотрите, в стихе 8 мы видим, что Павел связывает вместе прочие свои знания, используя один и тот же пассивный глагол. А вот в 9 стихе он вообще не употребляет языки. Он говорит, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, он мог сказать бы, и отчасти говорим, но он даже и не использует это. Языки выделяются в 8 стихе с помощью другого глагола и вообще не упоминаются в 9. Поэтому есть основания считать, что языки перестанут существовать в другое время, чем знания и пророчества. они должны перестать существовать до того, как знания и пророчества будут отменены. По крайней мере, это вполне логично по тому, как развиваются мысли Павла. Но все же остается вопрос, когда же она станет совершенная? И я не смогу сегодня ответить на него, потому что мне нужен другой текст, мне нужны другие стихи. Поэтому мы посмотрим на другие стихи в следующем воскресенье, чтобы лучше понять аргументацию Павла. Коринфи не считали себя такими зрелыми, они считали себя уже царствующими, помните, да, четвертую главу, и Павлу их много чему еще нужно поучить. Итак, что такое совершенное? Приходите в следующем воскресенье. Сейчас добавлю только одно. Планируйте свой год или планируя свой год, «Не упустите любовь», потому что любовь больше. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что все пройдет в этом мире, но Твоя любовь, она неизменная. благодарность Тебе за то, что мы живем на этой земле в виде ограниченности и частичности всего вокруг нас. Наши тела стареют, наши способности блекнут, наши навыки и умения устаревают, но Твоя истина не устаревает и Твоя любовь только укрепляется. Господи, благослови нас укореняться Твоей истине, усовершаться в Твоей любви, чтобы не потерять этот год. Помоги, Господь, нам быть благодарными Тебе за Твое откровение, за свет нашей стезе, за истину, которая направляет нас, и помоги нам руководствоваться ею. Господи, приди в жизнь каждого человека в этом зале и помоги Господь ему познать Твою правду еще больше и благослови Господь каждого человека. Ты знаешь, что в чем имеет нужду, и пусть все мы вместе произнесем Твое имя, имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Да будет оно благословенно ныне и в веки веков. Аминь.